Добрый день! Начинаем очередной вебинар из серии вебинаров «Моя профессия трейдер». Сейчас я загружу презентацию, немного повторюсь по предыдущим вебинарам. Но иногда, возможно, вот такие сбои, поэтому я буду переподключаться. Еще раз добрый день! Начинаем вебинар из серии вебинаров «Моя профессия трейдер». Иногда в процессе проведения вебинара мне придется переподключаться из-за условий провайдера связи. Тут уж я ничего не могу поделать. Но, тем не менее, вебинары будут продолжаться до 20 июля. Основная тема вебинаров «Моя профессия трейдер», то есть создание торговой рабочей системы, обоснование правил рабочей торговой системы, анализ фундаментальных и рыночных данных по правилам торговой системы, принятие решения о совершении сделок на продажу или покупку, то есть вся подготовительная часть, начиная с сентября месяца, была построена на том, чтобы подготовить трейдера, вернее, человека, выбравшего профессию трейдер, к плодотворной работе на рынке. Итак, основная часть обучения закончена. Вебинары строились по принципу от простого к сложному. Затем на каждом вебинаре я буду повторять часть предыдущего вебинара, основные положения для беглого ознакомления и лучшего понимания текущего процесса. Итак, вкратце. На примере АТС «Золотой крест», то есть моей торговой системы, торговая система включает дивергенции, конвергенции, выложенные таймфреймы, анализ по вложенным таймфреймам. Таймфреймам может называться, как отдельно взятый таймфрейм 15-30, 60 минут и так далее, так и сочетание таймфреймов. То есть 4 часа для аналитики, 15-30 минут для совершения сделок. Более меньшие таймфреймы не рекомендуется использовать по одной простой причине. Чем меньше таймфрейм, тем чаще трейдеру приходится анализировать текущую ситуацию по выбранному инструменту и совершать множество сделок. Меньшие таймфреймы отличаются большим размахом локальных экстремумов, то есть позицию трейдера на неожиданном новостном движении или на отбойно-пробойных уровнях. Может просто снять со стоповых позиций, трейдер вынужден совершать очень много перезаходов. В системе применяется понятие дивергенции и конвергенции. Они могут быть накопленными, скрытыми. Локальные экстремумы цены – это размах ценового бара, размах торговой сессии – азиатская, тихоокеанская, европейско-американская. Размах цены выражается как рейндж в пунктах. Цена всегда располагается или в флете, или в тренде. Рынок всегда находится в движении. Флетовые и трендовые движения рынка всегда определены предыдущими историческими уровнями и накопленными объемами. Чем больше формирует цена во флете ценовой уровень – это по времени, тем больше может быть последующее движение. В этом случае применяются торговые стратегии работы на пробой ценового канала. Обычно по минимумам или максимумам азиатской сессии. Торговую систему вполне возможно построить на индикаторах торговой платформы. Полностью следовать правилам, то есть дивергенции, конвергенции, накопленные, скрытые таймфреймы, вложенность, ценовые уровни и так далее. И трейдер получает готовую торговую систему. Это я вкратце повторил содержание предыдущего вебинара. В частности, показываю понятие дивергенций, разнонаправленное движение абсолютного индикатора цены и относительного индикатора, индикатора торговой платформы, который показывает снижение интереса к инструменту на данном ценовом уровне. Потом происходит, как уже указывалось, работа на пробой диапазона торгового. Идет резкий слив. То есть вот накопленная мощность рынка. Наблюдается дивергенция на продажу. И затем последующее резкое ценовое движение. То есть все эти вопросы трейдер должен самостоятельно изучить в интернете. Литературы очень много по этому вопросу. Анализ лучше всего проводить на больших таймфреймах. На меньших таймфреймах совершать сделки. Итак, я перехожу непосредственно к сегодняшнему вебинару. Этот вебинар первый из серии вебинаров, то есть продолжение вебинаров. И все последующие вебинары будут иметь одно название. Анализ текущего состояния рынка на основе торговой системы. В частности, на основе моей торговой системы «Золотой крест». Все индикаторы, которые применяются в торговой платформе, они находятся в пользовательских индикаторах МТ-4, в том числе МТ-5. И вполне возможно собрать на их основе работоспособную торговую систему. Таким образом продолжаем. Это я уже повторился в начале вебинара «Правила торговой системы». На сегодняшнем вебинаре рассмотрим подбор по торговой системе валютных инструментов. Это все пары, в том числе «Кросса» и «Экзотика». На сегодняшний, текущий момент лучше всего торговать или внутрисессионно, то есть Тихоокеанско-Азиатская, Европейско-Американские сессии. Американская сессия имеет самый большой объем сделок заключаемых и имеет самое большое ценовое движение. То есть сейчас из-за того, что своповые позиции, снижение ставок Центробанков практически все отрицательные, то лучше работать внутрисессионно или торговать интродей. Затем товарные контракты. Они отличаются тем, что в спецификации всегда указан залоговый уровень, время торговли контрактом и время экспирации контракта. Экспирация контракта – это срок его действия. То есть при переходе за трое суток примерно брокер начинает закрытие позиций и разрешает торговлю трейдеру только на закрытие любой открытой позиции, будь то покупкой или продажей. В дальнейшем трейдер, если он стоит по тренду, по торговой системе, должен самостоятельно, вручную, вновь открыть позицию. Товарные контракты отличаются тем, что своповых позиций у них нет. То есть трейдер однократно уплачивает так называемый раунд-тен, комиссию за полностью совершенную сделку, имеет моржевое обеспечение, и в дальнейшем при переносе в течение срока действия контракта комиссионный больше не уплачивает. В этом преимущество товарных контрактов. Товарные контракты, сифидишки, индексы. Надо учитывать, что время работы рынков, например, по индексу S&P, есть небольшие перерывы, когда рынок берет так называемый технический перерыв, и в дальнейшем работает. Отличие сифидишек очень значительно. В частности, если основной индекс Германии в DAX торгуется, начиная с европейской сессии, то этот индекс очень часто открывается гэпом в любую сторону. Впоследствии гэп закрывается, но это не правило. Нужно быть очень аккуратным. Таким образом, трейдеры подбирают инструмент для работы или группа инструментов. Контракты по сифиди и товарные контракты отличаются тем, что брокер дает как бы двойной контракт. Один контракт для анализа по рынку, то склеенный контракт, по нему трейдеры не торгуют. И контракт, который имеет экспирацию, то есть срок действия. Обычно индексы работают по три месяца и за три дня до окончания срока действия контракта брокер позволяет только закрывать любые открытые позиции, будь то покупка или продажа. Если это понятно, прошу задавать вопросы в чат. То есть на примере торговой системы мы рассмотрим множество инструментов, то, как проходит аналитика и что применяется для анализа. Новостной фон, абсолютный показатель цена, ценовые уровни. дополнительно применяются индикаторы торговой платформы. Одновременно трейдер пользуется новостным режимом и совершая сделки по выбранному инструменту. Так, секундочку, я переподключу. Итак, продолжаем вебинар. теперь у вас на мониторе основная пара евро и USD. Большинство сделок по этой паре совершается в течение всей торговой недели пятидневка. на мониторе вы видите два разных представления таймфреймов, то есть вложенные таймфреймы. Видно, что евро вошло в узкий торговый канал, наблюдаются дивергенции, то есть цена растет, а индикатор, показывающий скорость покупки инструмента, показывает снижение. называемая дивергенция. Впоследствии при накопленной дивергенции происходит резкий сброс ценового уровня. То есть таким образом можно сказать, что на протяжении ближайших месяцев, то есть дневной таймфрейм это очень большой таймфрейм, евро будет двигаться в этом ценовом канале. Это обусловлено сезонной активностью, снижение интереса, время отпусков. Соответственно для успешной работы трейдер может применять более мелкие таймфреймы, то есть 15 минут для совершения сделок. Здесь на мониторе показано 15 минутках показаны различные сессии Тихоокеанская, Азиатская, Европейская, Американская. Сегодняшнее движение по евро и USD обусловлено плохими показателями по Америке ИСМ, индекс снабжения менеджеров, то есть закупки менеджеров крупных производств. И таким образом евро совершило очень хорошее движение, но остается в пределах ценового канала. То есть у нас есть два уровня поддержки и два уровня сопротивления. Таким образом на ближайшее время эти глобальные уровни и будут обуславливать движение по евро. Если посмотреть ту же самую систему, именно на дивергенциях и невергенциях видно, что интерес к евро растет, абсолютное выражение, а индикаторы указывают на то, что скорость отбора или покупки или продажи инструмента замедляется, то есть формируется флетовая зона. Эта флетовая зона или размах цены, рейндж цены не вышел за рамки предыдущей американской сессии. То есть каждый раз необходимо рассматривать сессии, пробой сессионного уровня, работа на пробой защитой позиции, даже переводом позиции в безубыток, и работа от локальных экстримумов в предыдущей сессии, в частности азиатской и тихоокеанской. То есть видно, что трейдер мог здесь заработать небольшую позицию, именно работая на пробой. Таким образом, торговые стратегии, которыми пользуются трейдеры, могут быть разнообразными, но они должны всегда следовать правилам торговой системы. В противном случае, при работе на более мелком таймфрейме подобные движения ваш брокер просто может не успеть отработать. То есть будет давать реквоты, проскальзывание цены, и таким образом лучше работать отложенными ордерами. Также возможно применять различные советники для перевода позиции в безубыток. То есть если цена прошла в вашем направлении 5 пунктов, 2 пункта можно зафиксировать как безубыток и закрыть небольшую позицию в плюс. Это приносит психологическое удовлетворение трейдеру. Итак, вернемся к анализу ситуации именно по паре евро и USD. Для этого применяются новости. сегодняшние новости таковы, что по Америке вышли плохие данные по СМ. Соответственно эти данные способствовали росту евро. Евро в связи с введением единой политики центробанков, то есть создание благоприятных условий для работы стран членов Евросоюза, так называемое кредитное окно, это я покажу на новостях, позволяет трейдеру находиться в рынке, совершать сделки и предпочтительно большинство в плюс, то есть нужно работать чисто, отрабатывать тактически торговую систему. Итак, смотрим обзор ключевых событий предстоящей недели, то есть то, что сегодня и случилось. Это данные по американскому рынку в основном индекс СМ вышел хуже ожидаемого, поэтому и было такое резкое движение по евро и по американскому доллару. Индексы отреагировали соответствующе, все индексы совершили резкую коррекцию вниз, но остались в пределах предыдущего роста, то есть при том, что так называемое количественное смягчение или же накачивание валютой экономики, в частности Америки, приводит к тому, что увеличиваются складские запасы, реальная покупательная способность и спрос падают. Это приводит к тому, что при подобных новостях совершается резкое движение, как я уже указывал обычно, для американских индексов является хеджирующая позиция по американскому доллару, то есть индекс покупается, доллар продается. Тут мы видим движение, так называемую конвергенцию, когда и индекс падает, и валютная пара американский доллар, японская иена также падает. То есть последствия того, что рынки перезакачены средствами. Если у вас возникают вопросы, прошу задавать в чат, я на них с удовольствием отвечу. по евро я ожидаю движение в ценовом диапазоне. Еще раз продемонстрирую. этот ценовой диапазон обусловлен экономической ситуацией по еврозоне, то есть безработица растет уже больше 12% индекс DAX, германский индекс, ведущая страна в еврозоне, находится на исторический хай. Это в основном то обусловлено общей тенденцией, то есть если американские индексы растут, то вне зависимости от экономической ситуации индекс DAX растет, но колебания по нему будут очень значительными и очень резкие сливы вполне возможно, то есть необходимо к этому индексу относиться очень аккуратно, безработица высока, это чисто немецкий индекс, который отражает состояние немецкой экономики. В то же самое время общая безработица в странах ЕС достигла 12% данный именно новостной режим по любой стран можно смотреть и описание влияния той или иной новости на экономику страны можно смотреть в частности на Форекс Фэкторе очень удобный календарь на английском языке практически указаны все новости важнейшие отражается динамика сейчас посмотрим ИСМ по Америке здесь всего нет ИСМ этот индекс является одним из ведущих то есть при выходе этой новости которая будет отрабатываться в течение 3-5 суток можно спокойно торговать долгосрочку но в связи с тем что на текущий момент своповые позиции по большинству финансовых инструментов это пары кросса экзотика отрицательно лучше торговать именно по времени работы вашего брокера для того чтобы не уплачивать свопы за перенос позиции то есть видно что индекс ИСМ вошел в отрицательную зону постепенно снижался то есть ситуация в американской экономике не улучшается данные по этому индексу основаны на закупках производств именно крупные производства если вышедшие данные лучше прогноза это хорошо для валюты соответственно видим что данные хуже прогноза и хуже предыдущего значения этим и было вызвано движение по паре американский доллар японская иена и в то же самое время индексы S&P и NASDAQ до Джонса упали смотрим теперь на движение по так называемым пятидолларовым акциям это третий эшелон предприятий в основном обслуживание основных производств розничная торговля и мелкие производства в этом году наблюдается впервые после выхода из кризиса так называемого то что акции входящие в составы индексы сократили разрыв до 7-9% в то время как при нормальной экономической ситуации разница между стоимостью акции и представленностью в индексе составляет 15-18% то есть сейчас рынок перенасыщен денежными средствами и это вызывает такой бурный рост индекса каждое новое влияние ФРС США в рынок вызывает то что индексы просто растут безосновательно реальная покупательная способность населения не увеличивается то есть если проанализировать все индексы S&P NASDAQ 100 ведущих предприятий видно что S&P достигла эстетического хая то есть сына которой не было даже до кризиса сейчас я попроще поставлю шаблон чтобы было понятней то это говорит о том что ведущие предприятия глобализация привели к тому что индексы перекуплены то есть реальная стоимость с учетом вливания в американскую экономику более 95% от ее объема привели к тому что индексы просто перекуплены и реальная стоимость того же S&P находится примерно на уровне 980-900 если смотреть сотку ведущих предприятий по NASDAQ то видно что исторический хай по NASDAQ не достигнут по мелким предприятиям 5-долларовые акции Dow Jones это другой американский индекс также совершил хай это контракт для торговли еще раз повторяюсь то есть чистый контракт S&P это контракт для анализа контракт который имеет экспирацию в июне месяце 21 июня это контракт для торговли хотя один и тот же инструмент европейские европейские рынки после начала кризиса едва достигли 30% коррекции по Fibonacci то есть если Германия является ведущей страной индустриальной и индекс FDAX резко вырос то на американских рынках торгуемые евростоки так называемые едва совершили 30% коррекцию то есть экономика еврозоны из кризиса еще не вышла таким образом если у вас имеется в терминале несколько индексов можно подобрать как торговую систему определяющие индикаторы разница между тем же S&P и NASDAQ и совершенно спокойно анализировать рынок знать что S&P включает сотку или 500 это разные индексы но тем не менее они работают включает большинство ведущих предприятий NASDAQ предприятия второго первого третьего эшелонов Dow Jones это пятидолларовые акции то есть проводя сравнительный анализ по индексам необходимо знать что наиболее устойчивые предприятия с большей капитализацией то есть предприятия которых входят в S&P и таким образом анализируя один инструмент второй инструмент в частности пятидолларовые акции имеют более медленный ход для открытия позиции опережающим индикатором будет движение по S&P ну на примере хотя бы 30-минутного графика можно обратить внимание что движение по S&P более выражено а пятидолларовые акции меньше потеряли в цене но тем не менее если индекс S&P начал резко снижаться то следующим движением будет движение по NASDAQ и по Dow Jones это это все правила торговой системы ими нужно пользоваться и пользоваться можно подобно торговой системой даже не имея дополнительных индикаторов в частности сегодняшняя новость по S&P привела к тому что австралийский доллар резко взлетел против американского доллара скорее всего это разворот рынка сформирована поддержка на уровне 0.95 к американскому доллару независимые экономики стран участников международных рынков всегда более устойчивы как вперед кризиса так при выходе из кризиса таким образом анализ по торговой системе проводится на различных инструментах правила одни и те же показания торговой системы одни и те же по текущей ситуации вопросы будут если вопросы есть задавайте в чат да все верно необходимо искать входы для продажи по евро от уровня 1.32 чем это вызвано программа смягчения центробанка европы европейских рынков стран входящих в еврозону там вливание порядка 1.3 триллиона евро произошло то есть сейчас индексы и евро явно перекуплены перегреты то есть таким образом избыточное предложение валюты это следующий шаг центробанка европы евросоюза это создание льготных условий для стран участниц еврозоны и небольшая процентная ставка для всех остальных игроков рынков соответственно если мы видим ухудшение ситуации по безработице по всей еврозоне и в то же самое время улучшение позиции Германии то коррекционные уровни прежние исторические уровни или уровни при которых происходит взаимовлияние экономик других стран это сравнение евростоки до джонс евростокс и индекса FDAX и уровня евро то есть Америка ходит по очень простому правилу хеджирования продажа индексов американских покупка доллара и обратная позиция на этой новости по ИСМ было видно что произошла резкая коррекция как по индексу как и по доллару это говорит о том что американские рынки американские инвесторы стали пользоваться стандартной схемой схемой которая уже исключает хеджирование позиций путем покупки индекса и продажи пары американский доллар японская иена то есть по евро реальная стоимость которого по отношению к рублю примерно 12-14 рублей за евро американский доллар это 8-9 рублей это спекуляции центробанков валютные корзины и так далее то есть продажи по евро я предполагаю начать где-то вот от текущих уровней в связи с сезонной активностью это увеличение туризма снижение покупок и долгосрочных вложений в инструменты в дома и так далее то есть по евро я ожидаю уровень 1.19 1.24 к концу года впоследствии еврозона обычно начинает разгоняться где-то в октябре возможен рост евро примерно вот в условиях ценового коридора то есть ценовой коридор я для себя определяю как 1.24 1.32 евро USD то есть явно виден торговый коридор в котором движется евро если перейти на неделю больше таймфрейм чисто для анализа то евро находится в условиях 23-ти процентной коррекции по фибоначчи и сформирован устойчивый ценовой канал доказан и на истории и на текущей ситуации как 1.27 1.5750 до 1.36 1.36 1.36 1.37 то есть от уровня предыдущего ценового коридора это 32 возможно 35 большие стоповые позиции я предполагаю движение евро вот в этом небольшом ценовом канале то есть сейчас я начинаю работать сессионно от тихоокеанской азиатской сессии работать на пробой именно этих сессий обычно в каждой сессии евро и USD имеют явно выраженный пик это примерно середина европейской сессии затем коррекция на Америке предполагается дальнейшее движение где можно уже работать от хайлоу европейской сессии то есть то что сегодня наблюдается я на пятнашках покажу именно сессионную работу под шаблону здесь явно выражены размах рейндж азиатской сессии рейндж европейской сессии и рейндж американской сессии то есть каждый раз мы видим разворачивающуюся спираль это говорит о том что можно на стратегиях пробойных пробой азиатской сессии получить небольшую прибыль и от середины европейской сессии остановка дальнейшее снижение и рост на американской сессии то есть это техника работы по сессиям именно в период летних отпусков таким образом как я уже в презентации указывал каждый следующий вебинар вебинары июнь и июль 2013 года аналитика на основе торговой системы то есть доказательства дееспособности системы и совершения сделок непосредственно по торговой системе следующий вебинар как и все будут иметь цифровое выражение это второй вебинар будет в следующий понедельник анализ текущего состояния рынка на основе аналитической торговой системы золотой крест это понятно да давайте теперь рассмотрим товарные контракты товарные контракты и сложившуюся ситуацию по запасам в том числе и так называемым переходящим запасам на основе контрактов на пшеницу кукурузу и сахар эти данные трейдер совершенно спокойно находят в интернете контракты по меди снижение экономической активности слишком высокие цены и слишком много средств было введено в рынок для стабилизации экономической ситуации приводят к тому что цены на сырьевые контракты также очень сильно завышены с учетом того что вливание именно крупную промышленность в рынок рост индексов привел к тому что был резкий сброс контрактов на сырьевые товары в частности на медь если если посмотреть ту же самую пшеницу снижение цен на пшеницу вызвано тем что рынки начали регулироваться поставщиками и избыточный спрос так называемые переходящие запасы или резервные фонды страны начали выводить в рынок для стабилизации цен то есть это регулирование рынков как таковых это контракт на кукурузу даты экспирации и время работы контракта нужно очень тщательно отслеживать то есть начало торговли контрактом происходит на американской сессии это начиная сейчас данные подкачаются по контракту к сожалению МТ4 крестик убрало из программного обеспечения но также видно что сезонная торговля по пшенице то есть бары не вызываются теперь начало торговли контрактом в 17.00 по времени работы брокера именно вашего брокера я работаю с вебу групп отличие времени от Москвы на 1 час то есть контракт начинает торговать по терминальному времени в 17 часов каждый день спрос на пшеницу и кукурузу вошел в узкий торговый диапазон экспирацию контракта можно посмотреть на сайте у брокера то есть эта информация очень важна для трейдера и предполагаемые ценовые уровни сейчас данные подкачиваются именно по пшенице это на уровне 670 и 720 то есть в этом торговом диапазоне можно совершенно спокойно работать необходимо учитывать что в Америке начался сезон тайфунов то есть это посадки это культуры хоть они застрахованы подвержены природным условиям природным фактором по сахару текущая ситуация такова что избыточное предложение которое сделала Бразилия может привести цены по сахару на уровень 12 долларов сейчас она 16.42 то есть сахар явно находится в аутсайдерах из-за избыточного предложения поэтому контракты которые находятся в неустойчивом положении лучше не торговать то есть из большинства финансовых инструментов которые представлены у трейдера в терминале необходимо четко в связи с новостным режимом выбирать по новостному режиму календарем пользоваться смотреть динамику изменения ведущих индексов то есть красный индекс максимальное влияние на рынок очень много новостных данных будет на этой неделе именно по Америке каждая страна инструмент который вы предполагаете торговать может быть отфильтрован для облегчения понимания ситуации то есть если посмотреть календарь экспирацию на пшеницу экспирация 28 июня 2012 года то есть к этому сроку примерно с 25 июня торговля будет осуществлять только на закрытие любой позиции продажи или покупка дальнейшим трейдеру придется вручную эту позицию вновь открывать в связи с избыточным предложением это надо смотреть именно по ситуации с продовольствием в мире и принимать соответствующие решения здесь дается достаточно подробная аналитика индекс продовольственных цен фау публикуется каждый месяц публикуемая фау сводка предложений зерновых и спроса на зерновые выбор любого рынка или страны поставщика помогает трейдеру в его деятельности то есть все эти данные совершенно спокойно находятся в открытом доступе и трейдер принимает решение вопросы по теме текущего вебинара если у вас возникают прошу задавать в чат эти вебинары вебинары которые после изучения общих правил создания торговых систем чтения аналитических данных непосредственно применения аналитики и правил торговой системы для успешной торговли это именно вводный вебинар и все последующие вебинары будут сводиться к тому что на примере АТС Золотой Крест будет каждый раз проводиться анализ текущего состояния рынка на текущий период это каждую неделю по понедельникам до 20 21 июля то есть на каждом вебинаре я буду немного возвращаться для более правильного понимания термина торговой системы для того чтобы трейдер не просто слушал и автоматически открывал закрывал сделки а чтобы он торговал с осознанием того что цена может резко изменить направление сформировать новый ценовой канал совершить коррекцию как во флете так и в тренде и практически в этой торговой системе я применяю наиболее простые понятные торговые правила то есть разметка ценового канала определение флета торговые стратегии работы на пробой отбой пробой уровня отбой от уровня предыдущие уровни формируют зону сопротивления поддержки и работу внутри канала ценового это или флет или тренд таким образом эта система является законченной торговой проверенной многократно на многих инструментах и каждый последующий вебинар именно анализ текущего состояния рынка будет совершаться на следующую предстоящую торговую неделю эти вебинары каждый раз проводятся по понедельникам 20.00 по Москве поэтому все предыдущие записи доступны их можно посмотреть в интернете каждый раз вкратце вначале я буду возвращаться к основным понятиям торговой системы а затем на основе этих понятий анализировать состояние рынка по многим инструментам сделаем пятиминутный перерыв если у вас есть вопросы прошу задавать в чат если вопросов вы слушаете или нет благодарю за внимание удачи в торговле все последующие вебинары будут строиться как анализ рынка на основе действующей аналитической торговой системы золотой крест будут повторяться основные положения для более полного понимания и в дальнейшем на основе правил торговой системы правила рассмотрения текущей ситуации как новостного режима так и ценовых уровней по нескольким инструментам будет проводиться анализ текущей ситуации по рынку благодарю за внимание удачи в торговле いる м мотор на м хорь м Продолжение следует...